Я вот знаешь, что думаю? Как всё будет? Знаешь, как будет? Я тебе рассказываю. Лет через пять придёшь ты ко мне в гости, а я тебя угощу зелёным коктейлем. А ты мне спросишь, Лёха, а чё там, где твой кактус? А я так на тебя посмотрю, и тогда ты вспомнишь, и тогда ты всё поймёшь. А я скажу, ну что, двери восприятия открыты. Ты не читал Олдоса Хаксли «Двери восприятия» как-то так? Короче, слышишь, птички поют. У меня эти есть конопляные семки. Могу отправить. О, слушай, я тебе, кстати, не рассказывал. Мне тут вообще говорят, что надо делать. Значит, смотри. Ну, грибы, вот смотри. Люди, которые пробовали грибы, между ними образуется какая-то такая связь отдельная. Я знаю, что человек думает, смотри. Короче, планета – это мозг. А, короче, эти люди – это нейроны. А грибы создают, короче, вот эти связи, создают между людьми нейронные цепи. Понимаешь? Или не понимаешь? А вот. Я к чему? А, насчет революции. Вот смотри. Человек, допустим, после того поезда грибов, я не знаю, но мне кажется, автомат ты ему в руки уже не сунешь. Когда ты засунешь в жопу свой автомат, сам себе в голову выстрели и иди отсюда. Значит, что? Значит, надо сделать так, чтобы все люди на планете поели грибов, чтобы война закончилась. Правильно? Правильно. Ну, хотя бы не все, хотя бы многие. А для этого надо что? Это чтобы грибов было много, много на планете. Особенно вот в наших краях. Вот эта Луганская, Донецкая область, это вообще какой-то трудом, тут у людей крыша поехала, прикинь. Я тебе не рассказывал, тут люди войну, короче, начали. Вот. И каждый свой один подстаивает. Они не могут понять, что Родина. Что такое Родина? Родина – это семья, это друзья. А что делать, если у меня друзья и там, и здесь, и в России, и в Мариуполе, и в Донецке? У меня везде получается Родина. А вот. А у некоторых людей понятие Родины очень сужено. Поэтому, чтобы понятие Родины расширить, нужны грибы. Грибы. А. Ездишь, короче, такой сорт грибов. Азурсен называется. Я не знаю, я не выращиваю, но говорят, что они в нашем климате замечательно растут в лесах. То есть, ты можешь заказать споровые отпечатки, сделать у себя мицели в баночке, потом кинуть куда-нибудь за забор. И таким образом, у тебя в посадке, в лесу или где-то там могут расти на грядке, или в полянке, или где-то грибочки, которых раньше там не было. Теперь смотри, что мы делаем. Мы создаем банк споров. Банком буду я. Смотри, ты собираешь споровые отпечатки, отправляешь мне. Я получаю заказы, ну, бесплатно, естественно. Рассылаю споровые отпечатки по всей планете. Люди опять, что делают, выращивают у себя грибы где-то. Короче, рассаживают грибы где только можно. В надежде, что люди начнут путать их с какими-нибудь лисичками, с сестричками, и случайно съедят. Я вообще думаю, в смысле я думаю, я не думаю, просто поддерживаю теорию Терренса Маккенри. Я даже сам это в трипе видел, что идет такая обезьянка, идет такая, смотрит, грибочек. Короче, знаешь, такая схавала. Один, второй, третий, а потом, оп, и начинает что-то думать, как-то начинает самосознание у нее формироваться. Ну, так. Ну, я, короче, был этой обезьянкой. Ну, то фигня, я в трипе не только обезьянкой был. Я в трипе даже был вот этим пришельцем. Я, короче, прикинь... Вот меня понесло куда-то не туда. Ладно, вспомнил. Короче, я вначале был человеком, а потом я подумал, что вот эти, короче, половые различия, они нафиг не нужны. И вот эти люди будущего, у них, короче, они вообще по полу не отличаются. Ну, вот эти, видел головастика, в которых показывают? А потом я, короче, с дурки выхожу, и мне дуган скидывает видеоролик. Ну, я не знаю, скорее всего, это, конечно, фейк и подделка. Но просто фишка в том, что в своем трипе я сидел точно таким же самым пришельцем. И там, короче, пришелец, ну, типа, как пришелец будущего, дает, что люди, короче, ядерной войной, короче, разгомачили планету. Вот он, типа, откуда-то с будущего приехал. Я просто этот видео, я вообще такую дичь обычно не добавляю, но я его себе добавил, потому что я вот именно точно таким же инопланетянином себя видел, прикинь. Так вот, значит, Азурсены. Короче, да, надо засадить всю планету грибами. Это первое. А еще, еще, прикинь, я, короче, значит, ну, я же все деньги потратил, которых у меня не было. И тут думаю, у меня должно там 6 евро, короче, прийти на кошелек биткоина, там выплаты резких. Я захожу, у меня вместо 6 евро 89. А тут-то оказывается, ну, у меня там кошельки этих, я леджеров понапродавал. Так хорошо продажи пошли. Блин, знаешь, так обидно. Главное, канал есть, а доступа к каналу нет. Можно было бы видос еще каких-то подобавлять на этот канал. Может быть, продаж бы больше было. Короче, леджеров понапродавал целую кучу. Еще и биткоин вырос. Два раза. Еще знаешь, кто-то писал недавно. Вот, типа, биткоин тысячу надо было покупать. Я так покупаю, он говорит, до двух вырастет, как минимум. Да хрен-то. Ну, как хочешь. А вот, уже 2400. Слушай, мне, кстати, там это, резкие не полагаются. Я вам тебе в прошлом году посоветовал биткоины взять, они в четыре раза выросли. Ну, смотри, если бы ты на косаре купил зелени, то у тебя уже 4 косаря зелени. Можешь, Лёхе, спасибо сказать в виде процентов. Мне, короче, в Москве еще друг рассказывал, что посмотрели мой видос какой-то там, потом посмотрели, что даже чувак, у которого рубаха за 2 гривны, в каком-то мухосранске живет про биткоины, знает, и решили, что надо все-таки этой темой заниматься. Короче, причем здесь вообще биткоин? А вот причем. Я, короче, подумал. Мы подумали с ребятами и решили. Надо, короче, будет с этих собрать всех психонавтов на планете, и у нас будет своя валюта. Псикоин, Псикоин, как тебе даже звучит. Я посмотрел, такое еще нету. Ты можешь находиться? Придумаем. Будет Псикоин. Знаешь, вот каждый, допустим, где-то живет там в каком-то в своем городе, чем-то занимается, какой-то там бизнес, какая-то кафешка, такой будет специальный этот такой фирменный логотип, чтобы можно было своих узнать, что здесь, короче, своя гребная тусовка. Здесь все люди-брать. Это корень мандрагона, это мандрагоры. Африканский, короче, корень сновидений мне прислали. Засадил я. Не знаю, как он зайдет, не зайдет. Потом вот это еще мимоза. Холтис, хостис, хостис, холтис. Оказывается, вот это калья закотечет, короче, что-то такое. Это тоже, короче, для сновидений. А вообще, я не знаю, главное какой-нибудь не тот астрал не выпасть. Я вот все-таки, знаешь, не знаю, мухоморов бы никогда в жизни больше не рискунг схавать. Вот у меня кто-то тут говорит, теоретно, до мухоморов есть, понимаешь? так вот ты например не веришь ни в какие астралы ни в каких сущностей ни в каких демонов каких-то там энергетических присосок а там ты вовсю потом поверишь поставок мухоморов съешь мало ли окажешься в какой-нибудь преисподней будут над тобой сидеть и этот на твоих глазах от тебя кусочки плоти отдирать а ты лежишь и смотришь как ребра одни торчат а ты не умираешь умереть не можешь потому что ты осознаешь что ты уже умер и и когда это кончится ты не знаешь поэтому что-то вообще никакого желания мухоморы мне кажется мухомор это что-то от дьявола вот не знаю которого нет не ну чё не красный а слушай а чё реально как ты думаешь если шапку покрасить не она красиво конечно будет вопрос как можно взять два баллончика вначале белый потом красный начали белым задуть просто интересно так нормально вообще краска выдержаться задать короче шляпу вначале белым потом наложить такие беленькие точечки крошечки из вырезанной бумаги и задуть красным цветом буду я в такой замечательной шляпе и не заморачиваться ну ладно что больше не что хотел сказать да забыл значит другой раз как нибудь да да